Сейчас я записываю уже, вот это интересно. Вот вы представляете, я вот там думал, думал, как придумать такое, чтобы больше в нашу школу вошли, там в ютубе смотрели, получали методики простые. Ну они на первый взгляд вроде простые, но в этом же весь и парадокс. Надо там научиться принципу подбора путём перебора. Наташа, не уходи, я хочу, чтобы ты показалась, почему здесь всё произошло. Мне нужно было эту лампу поставить для того, чтобы эту картину вы могли видеть. Видите, как цветы появляются во Вселенной. Вот видите, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Вот лампа, сейчас Наташа ставит. Наташа, покажи сейчас, что произошло, расскажи. Это было удивительно. Во-во, Наташа наша Кузьмина писатель. Пишет, сидит, пишет, а я её достаю, слушай, где взять скотч, чтобы лампу прикрутить. Потом я вспоминаю, что я же знаю метод ключ. И я вот в этот момент, вот этот вопрос, который меня очень волнует, я в этот момент, его имея в виду, в этот момент сильно напрягся, потом отпустил себя, задумался и вспомнил. Надо выйти на балкон, париться в маленьком ящичке, вспомнил. Там какой-то скотч. Ну, короче говоря, я приношу скотч и весь такой довольный. Говорю, Наташа, я же тебя спрашивал, где нам взять скотч? А ты сидишь там, пишешь книгу свою. Ну, короче говоря, я нашёл там этот скотч, принёс, поставил весь такой гордый и довольный. Вот типа как творцы должны поступать. Напрягся, расслабился, мысли отпустил и сразу вопрос решил. Теперь он, Наташа, берёт этот скотч, который я принёс, и говорит, это же не то, это совсем другое. Что это было, Наташа? Это наклейки окон бумага. Это наклейки окон какая-то бумага. Ну, короче говоря, она тут же пошла в другую комнату, приходит и приносит мне скотч. Я говорю, слушай, где ты нашла? Она говорит, ну как, где там же я лежала, я пошла и взяла. Ну, теперь мне хотелось сказать, Наташа, ну, конечно, женщины, они умеют всё ставить на свои места. Ну, при этом хотела сказать, как сказала одна девушка, которая написала песню, и потом эти слова спела. Ну, кто-то из наших великих спела, не буду называть. И когда та вся такая гордая, довольная, ей позвонила и говорит, я написала песню, и думала, что та теперь будет о ней говорить всё время. И она ей ответила, вот можешь же, когда хочешь. Ну, вот видите как, теперь я Наташе говорю, слушай, ну можешь, когда хочешь. Я же тебя просил найти, а ты там книга была занята. О чём я хочу вам сказать, друзья? Это шутки шутками, но картину видите, и скотч там накручен. Я хочу вам сказать о том, что, в принципе, я размышлял над тем, чего не хватает сегодня людям в условиях неопределённости, потому что, с одной стороны, там, в интернете у всех тарифы повышаются, там, народ нищает, да, люди находятся в ситуации выживания многие, многие находятся в ситуации неопределённости, что делать и как. Объясняю, как работает мозг. Представьте себе, организм, организм, он всё время стремится к тому, чтобы быть сбалансированным. И когда он находится всё время в ситуации неопределённости, в поиске решения, он перенапряжён. А по закону сохранения энергии, ну где взять человеку энергию, если она вся у него уходит на то, чтобы поддерживать внутренний баланс? Нет у него этой дополнительной энергии. Поэтому где её взять, чтобы решать вопросы в этой неопределённости, когда он весь мобилизован, как солдат на фронте, ожидая каких-либо неприятностей? Оттуда и неврозы появляются, и тревожности, и страхи, и паники, и давление подскакивает. Но он же напряжён, хочет он или не хочет, если он в неизвестности. Он же должен как-то адаптироваться. А адаптационных настроек нет. Неопределённость, она вышибла все наши прежние навыки, настройки. И человек оказался в неизвестности. Естественно, вся его энергия уходит на поддержание баланса, чтобы он мог жить, выживать. Где взять эту энергию? Стало быть, её надо взять, освободить себя из этой ситуации перенапряжения. И она освобождается уже из состояния выживания, ты переходишь в состояние созидания, творчества. Вот откуда энергия можно, откуда черпать. Из этого внутреннего конфликта, между своим текущим состоянием, между состоянием, каким ты хочешь быть, тем, что тебе надо для этого сделать. Как соединять вот это «хочу» и «надо», как сбалансировать необходимость и потребность организма быть в гармонии, чтобы нормально функционировали внутренние органы и системы, чтобы нормально питался мозг. С этой перенапряженностью. Поэтому у нас там есть. Обучение «думай сам», потому что у тебя шаблоны, вот эти прежние настройки, стереотипы, как надо себя вести. А тут конфликт. Они здесь не работают. В новой ситуации, в новой обстановке. Это неопределенность. Каждый раз, сталкиваясь с новым, у тебя возникает вот это перенапряжение. А как теперь научиться? У нас есть там упражнения, которые надо подбирать по критерии минимального усилия. То есть, там, где ты талантлив, тебе природа помогает. Кинетика. Значит, когда ты перебираешь базовые упражнения, которых мы там даем несколько, там, хлёш, алтай-болтай, лыжник, дирижирование, плавание, там, может быть, игра на барабане. Ты просто сидишь и представляешь себе, что ты играешь на барабане. Если ты барабанщик, ты быстро выйдешь в этот ритм и вообще от всего, так сказать, отстегнешься, тебе будет все пофигу, поэтому ты и барабанщик. То есть, по существу, ты берешь, вспоминаешь, что ты в жизни своей, в какой ситуации ты был наиболее счастливый. Наиболее счастливый. По памяти вспоминаешь и начинаешь это моделировать. Танцевал, чувствовал себя счастливым. Или пел, или бегал, или плавал, или дирижировал, или там с ребёнком ходил по комнате, его укачивал, или там цветы поливал. Что ты был? Вспомни вот этот фрагмент. И смоделируй. Смоделируй. То есть, без этого сада, без этой танцплощадки возьми у себя в комнате, сыграй эту роль, симитируй. Там у меня есть на Ютубе, если вы будете смотреть, там много-много роликов, очень полезных для вас, и вы найдёте. Я там рассказывал, как снова стать маленьким и начать жить по-новому. Я вспоминал там о том, что я вспоминал, что я в детстве сидел под столом и вёл самолёт. Сидел за штурвалом и даже себе подвывал, как эти шумы моторов там подвывал. Вот я там сидел под столом маленький. Я взял это, смоделировал. То есть, я взрослый. Когда у меня было дикое напряжение, когда я не знал, как выживать, как быть, как жить. Я просто вспомнил, какой я был маленький и счастливый. Сёл на диван, представил себе, что я сижу под столом и начал играть в эту игру. Мне её никто не предложил. Я сам себе режиссёр и сам себе актёр. И сам из своей собственной памяти, опыта, жизни смоделировал те действия, которые я тогда осуществлял. Даже подвывал себе немножко. Я так две-три минутки поделал, потом встал, поделал, шалтеп болтает. Это один из базовых приёмов. Потом сел, и у меня такое так отпустило, так легко стало. Боже, ты мой, да. И даже там вспомнил какие-то эпизоды детства, счастливые ещё, к тому же. То есть, я не выходя из комнаты, будучи взрослым, соединил свой взрослый ум и опыт с той детской естественностью, с помощью ключевого приёма. Ну, это элемент ключ-2, это моделирование, моделирование. Ну, вот вы берёте, берёте базовые приёмы, там можете взять и синхрогимнастики, можете там взять приёмы идеорефлекторные, там ключевой стресс-тест и другие. Там в Ютубе же полно, там у нас и бесплатный ликбез, и много моих встреч со всеми. Их подбираете, эти приёмы базовые по принципу подбора путём перебора, тем самым вы развиваете способность в сложной ситуации находить идеальные решения. Потому что мыслить, то есть здесь вы учитесь думать сами, мыслить, это значит сопоставлять, перебирать, искать, что эффективнее, что проще. Творчество это вообще, это поиск наиболее простого решения при решении сложных задач через призму высших человеческих ценностей. Любить, творить, сопереживать. И вот когда вы эти базовые приёмы берёте, начинаете подбирать себе то, что вам больше подходит, и создаёте свои новые, которые в этот момент ваш организм требует, чтобы вы сделали какое движение, создаёте новые упражнения сами. А во второй части добавляете туда то, что вы никогда в жизни не делали. Новое. И вот любое новое движение, которое вы сами изобретёте, вот это принцип подбора путём перебора, то, что вам подходит, то, что вы делаете легко и свободно, без всякого напряжения, и ещё затрачивая усилия на поиск нового приёма, который вы никогда не делали, вы развиваете свою креативность, вы развиваете в себе творческое мышление, и научаетесь думать сами, а не по тем стереотипам, которым вы учились. Вот так, когда вы попали в неопределённость, так работает мозг. Поэтому берите синхрогимнастику, пять базовых приёмов, добавляйте туда свои, которые придумаете, и ищите то движение, которое вы никогда в жизни не делали. Это развивает у вас способность думать самостоятельно, потому что мы, почему сейчас вот многие нищают, почему многие в этой ситуации неопределённости теряются, да потому что они попали в неизвестность, а привыкли, что за ними стояло что-то, кто-то им помогал, или государство помогало, или там ещё кто-то там, а вы это учите сами думать, потому что это школа человека будущего, хомофутурус, человек разумный, хомофутурус, человек разумный, и мы учимся быть разумными, не только исполнителями, как нас учили, делай вот так, или делай вот так, тренировались в исполнительности, а тренируйтесь, пожалуйста, в поиске решений, в поиске перебора, подбора, это как раз такие принципы, развивающие нас творца, да, ну что, Наташа, я вот видишь, благодаря твоему скотчу, иди сюда, пожалуйста, покажись, иди, иди, иди сюда, иди, иди сюда, я хочу, чтобы все на тебя посмотрели, мы все тебя любим, особенно в Беларуси, я иногда её называл белорусский партизан, ну покажись, покажись, чтобы тебе видно было, ну вот, 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 рядом с цветами, да, надо, и чай, и мне тоже налей чай, а ты мне налила чай, вот я всё время, прошу Наташу налей чай, она мне сто раз наливает, а пьёт чай, всё, две чашки, больше всё время у меня остыть, остывает, ну что, друзья, понятно теперь, что такое метод-ключ, и поэтому, если кто-то ко мне обращается, дайте мне алгоритм чётких, последовательных действий, приносящих предусмотренный гарантийный результат, гарантированный, здесь вы получите гарантированный результат, всегда, потому что, если один приём не подходит, вы уже знаете, как подобрать другой, и вы всегда найдёте именно то, что вам соответствует, и откроются ваши скрытые способности и таланты, вы подберёте ключ себе, конечно, а алгоритмы эти всякие, пожалуйста, делитесь, там у нас есть школа, вход в школу у нас бесплатный, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, смотрите сайт Стрессу и ХСРУ, и книгу мою новую читайте, «Национальная идея России», «Генератор будущего», да, в Редера, Редера, откройте, скоро выходит ещё моя новая книга в издательстве АСТ, там про страхи, вот как раз-таки мы сегодня говорили об этом, а скоро у нас вебинар, как раз Наташа сидела вместе с тем, что пишет книгу, она уже её закончила, там переделывает, совершенствует, но тут она уже делает лендинг, когда мы обозначим наш вебинар, и где все, может быть, на следующей неделе, на следующей неделе, вторник-среда, уже мы будем, то есть мы выдадим сейчас объявление в сетях, так, и там будет обозначен день и час вебинара. Завтра, послезавтра сделаем объявление, да, да, но можно и в субботу, воскресенье сделать вебинар. Напишите, когда вы хотите, в субботу, воскресенье, или в среду, в четверг, напишите там, пожалуйста, комментах. это на следующей неделе, на следующей неделе, сегодня же уже понедельник, а? На когда мы делаем, еще раз скажи, чтобы люди сориентировались, ориентировочно. Сегодня уже вторник наступил, можно сказать, поэтому в следующий четверг не успеем. В следующий четверг этот мы не успеем, но мы можем сделать в субботу, в субботу, в воскресенье. Либо отложим на следующей неделе. Напишите, пожалуйста, мы же все время я смотрю комменты, чем больше комментов, это тоже хорошо, потому что школа продвигается. Мы хотели нам все время вопросы страха, панических атак, вопросы страха, панических атак и так далее. Не только физические страхи, психофизического характера, а страх ошибки, страх выступления, неуверенности, себе, потом проект какой-то новый начинает, тоже боится, вдруг не получится. Но это очень много. Или готовиться к Олимпиаде. Я вчера смотрел с удовольствием в интернете, как математически раньше проходила Олимпиада, сейчас проходят Олимпиады всякие разные и для специалистов по программированию. Да, в интернете много чего. Но у меня в Ютубе то, что нужно всем, и шахматистам, и программистам, и министрам, и таксистам, и любимым артистам, чтобы они лучше соображали, чтобы они могли в неопределенности находить быстро нужное решение. Да, и чтобы в нашей ситуации миллионы людей, которые нуждаются в выживании, не зацикливались на этом, а могли освобождать часть энергии мозга, которая тратится только на поиск решения, как выжить, на поиск созидания, то есть поиск создания новых идеальных решений, как не только выжить, но помочь себе, и помочь близким, и помочь всем людям. Да, то есть найти свое предназначение. Друзья, до встречи. Пишите там комменты, да, как модно говорить, и это вообще-то, видимо, нужно. Ставьте лайки, да, и пару человек, пожалуйста, какую-нибудь там гадость мне напишите, потому что иначе получается, что мы там договорились с кем-то. У нас единственный канал, который дает полезные вещи, но при этом не накручивает там, не накручивает, и мы не делаем рекламу. Мы не тратимся на это, потому что мы могли бы давно уже сделать, чтобы у нас было 10 миллионов подписчиков. Но я ничего не накручиваю, я говорю только полезные вещи. Поэтому поймите правильно. Давайте, до встречи, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok